корни растут просто щеткой и не у одной орхидеи как же я люблю когда корни растут от ствола орхидеи выше вот так они заменяют друг друга старые корни на новые добрый день друзья сегодня полив орхидеи с препаратом аминосил орхидеи которые участвуют в эксперименте находятся на большом стеллаже вы сейчас видите что на стеллаже 4 полки там стоит 70 орхидей и эксперимент я не буду прерывать потому что именно весной я все свои орхидеи после цветения начинаю удобрять неважно на данный момент каким я это препаратом делаю но я вам говорила что на этом стеллаже орхидеи я буду поливать аминосилом а на всех остальных теми удобрениями которыми я всегда пользовалась и мы с вами увидим разницу или не увидим разницу и сделаем осени а может быть и чуть позже выводы понравится мне этот препарат или нет а сейчас я продолжаю этот эксперимент и хочу вам показать как я снимаю орхидеи с полки выставляю на большой пластиковый стол мне это удобно даже если я где-то пролив воду то я не испорчу никаких поверхностей не полок не стол потому что он пластиковый и не впитывает воду снимаю с полки орхидеи по очереди сначала первый ряд и выставляю на стол их по очереди точно так же как я потом буду их возвращать на полку а потом второй ряд выставляю так же как они у меня стояли на полке возвращать очень удобно и они опять находятся в том же самом положении в котором и стояли может у кого-то не получается и это небольшая информация будет полезно а сейчас приступим приготовлению раствора аминосил по инструкции разбавляется 5 миллилитров на литр воды у меня 10 литровое ведро сначала я готовлю воду вода из фильтра обратного осмоса она прохладная я добавляю кипяченую горячую воду из чайника обязательно проверяю температуру воды температура поднимается поэтому я добавляю еще фильтрованную холодную воду мне нужно полное ведро в ведре 10 литров температура должна понизиться и можно добавить еще и нужно добавить еще горячей воды или холодной сейчас посмотрим по температуре я добилась нужной мне температуре и теперь добавляю аминосил на 10 литровое ведро мне нужно 50 миллилитров у меня есть мерный стаканчик 25 миллилитров из флакона есть небольшой запах но не такой неприятный как многие рассказывают специально понюхаю раствор не имеет запаха начинаю с первого цветка от меня и наливаю в горшки да 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 забыла вам показать перед поливом корни все серебристые и хорошо просушены медленно наливаю в горшок раствор для того чтобы керамзит не всплывал и двойные горшки они работают как сообщающиеся сосуды вот видно воду и потихоньку она поднимается и выравнивает уровень и как я вам всегда объясняю раствора я наливаю на два три сантиметра ниже уровня грунта вот здесь какая-то орхидея отсушила листик сейчас посмотрим какая пассионата и так я налью раствор во все горшки и именно в это время когда орхидеи стоят наполнены тем или иным раствором на данный момент это аминосил я же поливаю еще просто чистой водой вот именно в это время я осматриваю все орхидеи где-то сухой листик значит нужно убрать старую чешуйку от листика проверить листики посмотреть какие корни за это время по крайней мере за две недели я не трогаю когда у меня орхидеи стоят на полках я их не трогаю не рассматриваю не не подхожу к ним только глазками а вот сейчас когда они очень близко от меня я все рассматриваю все осматриваю и делаю свои выводы но выводы наверное есть поливала аминосилом два раза начинают расти корни и что для меня интересно но не удивительно появляются цветоносы но у нас сейчас такая холодная погода что цветоносы появится могут нас на улице сегодня а сегодня 10 мая температура всего 10 градусов отопления нет и действительно в квартире прохладно в квартире 20 градусов поэтому цветоносы появится могут а вот как они зацветут это интересно обычно летом цветут плохо потому что становится жарко но погода непредсказуемо она бывает разной поэтому мы и наблюдаем и за погодой и за орхидеями но все равно после цветения обязательно применяем удобрения потому что после зимнего цветения весенний летний период орхидеи должны расти они должны наращивать корни и наращивать зеленую массу и нам нужно им помочь поэтому применение удобрения любого весной и летом она оправдана именно этим и это делаю каждый год и каждый год стараюсь найти какое-нибудь новое удобрение которое начинает выпускать наша промышленность или продолжает выпускать наша промышленность как за эти почти четыре года ведения канала я поливала и какими удобрениями поливала свои орхидеи вы можете посмотреть в плейлисте ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана и под видео сумочка внимательно наблюдает заступнулся лупом ричи тоже наблюдает полностью раствора у меня хватило на 11 с половиной орхидеи но я разведу еще и полью две с половиной остальные производитель да и я всегда рекомендую независимо от производителя что любой водой поливать нужно только один раз потому что с водой мы можем перенести на другое растение вирусное заболевание если у вас в горшке в посадке есть трещина на корне вирусные заболевания передается именно соком растений поэтому всегда воду или любые растворы используем один раз но в это время пока орхидеи находятся в растворе и время нахождения в растворе будет определяться тоже по корням когда все корни станут зелеными тогда полив закончился иногда это бывает полчаса иногда занимает больше времени ничего страшного не произойдет если они постоят в растворе даже час полтора но будем наблюдать а сейчас я покажу как я убираю старые чешуйки от листьев если он не сильно сухой то чешуйка убирается очень легко а вот если засох или вот так сложно убрать то делаю несколько надрезов и от середины листа вот она серединка растягиваю в противоположные стороны вот смотрите видите одна сторона чешуйки снимается в одну сторону другая в противоположную потому что мешает корень поэтому и делается несколько надрезов чтобы не поранить корни и вот так между корнями очень легко снимаются старые части листьев нужно присыпать грунтом если это конечно нужно здесь пытался пробиться корень но видите как раз уперся в эту чешуйку и перестала расти а это цветовая почка отсюда может пойти или детка или цветонос на может так замереть корни растут просто щеткой и не у одной орхидеи как же я люблю когда корни растут от ствола орхидеи выше вот так они заменяют друг друга старые корни на новые вот они от шеи корни посмотрите какие замечательные корни могут быть разного цвета чаще всего у темных орхидей кончики корней темнее но это бывает и от освещения чем ярче освещение тем могут быть темнее кончики корней здесь растут листик здесь пробивается корешок но это орхидея была больна треснул лист и на нем было наверное какое-то грибковое заболевание опрыскана была препаратом топсин м заболевание надеюсь что я купировала и потихоньку видно что орхидея оживает и пробиваются корни здесь пока маленькие корни это пульсация вот здесь не непонятно что появилось в пазухе может быть и цветонос но и здесь чудо корешки и так у каждой орхидеи весна и удобрение делают свое дело я провожу сейчас эксперимент не только на орхидеях с аминосил но и приобрела аминосил для комнатных цветов и поливаю холи и хочу показать вам небольшую часть своих холи которые сейчас цветут небольшое отступление от орхидеи цветут мультифлоры но очень красиво и обильно хочется показать вам все цветы очень много бутонов мультифлоры не капризны они цветут все время даже там где им света не хватает всего одна небольшая лампа которая но я не могу сказать что она освещает все идеально а лианы очень активно начали расти вот там уходит ли она одна из лиан на самый верх а самая большая у меня растет по всему балкону а еще есть вот такая название не знаю но наверное это не самое важное зато какие красивые розовые листья еще есть ампельный холи еще из разных комнатах другие холи у меня действительно их много но не столько сколько орхидей и вот все хои поливаю сейчас именно весной удобрением аминосил для комнатных растений корни стали зеленые прошел час делается все очень просто я поднимаю внутренний горшок выливаю раствор в ведро и жду когда весь раствор сольется в ведро и после этого я возвращаю орхидею на полку в то же положение в котором она и стояла так делаю со всеми орхидеями и сегодня на полив этого стеллажа у меня уйдет целый день вот так я поливаю свои орхидеи и удобряю препаратом аминосил выводы мы сделаем с вами немного позже ближе к осени но эксперимент я прерывать не буду потому что если я начала какое-то дело я его никогда не бросаю на полпути и мне самой очень интересно что из этого получится узнаем и сделаем выводы с вами обязательно до новых встреч друзья увидимся на канале если лавода со всех орхидей и вот посмотрите вот они подуры которых все так боятся и еще и поэтому воду повторно использовать нежелательно чтобы не переселять их из горшка горшок но напрямую орхидеи они не вредят они питаются разлагающейся органикой и даже в керамзите когда орхидеи растут есть маленькие отживающие свой срок корни орхидеи к сожалению корни орхидеи живут не так долго как нам бы хотелось всего от полугода до двух с половиной максимум до трех лет поэтому всегда горшки есть какая-то разлагающаяся органика но это не самый страшный вредитель подуры орхидеи не грызут